Сегодня у нас в гостях заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина. И мы поговорим о Всемирном Дне Здоровья. Здравствуйте, Елена Валентиновна. Здравствуйте. Всемирный День Здоровья отмечается 7 апреля. Расскажите вкратце историю этого дня. Как он появился? Всемирный День Здоровья, в действительности утвержден праздник был Всемирной Организацией Здравоохранения еще в 1948 году. То есть более почти 50 лет назад. Отмечается 7 апреля. Этот день выбран не случайно. Именно вот ВОЗом был установлен этот день, утвержден уставом, только потому, что в этот день в состав Всемирной Организации Здравоохранения вошли 194 страны, в том числе Российская Федерация. И вот так был там принят на этой ансамблее устав об утверждении 7 апреля Всемирного Дня Здоровья. Всемирный День Здоровья – это такой день, направленный на профилактику различных наших заболеваний. И этот День Здоровья не только, как думают, что это для медиков. Нет, здесь должны присоединиться все жители, потому что он направлен на здоровый образ жизни. Это много мероприятий пропагандистских по здоровому образу жизни. Это много лекций, это много бесед проводится, какие-то флешмобы, мастер-классы, которые именно направлены на профилактику, на сохранение здоровья и укрепление нашего здоровья. И я хочу заметить, что в нашем муниципалитете это не День Здоровья будет, а фактически две недели здоровья. У нас очень много мероприятий. А давайте их обсудим. У нас в действительности, как вы сказали, это растянулось не на один день, а на целых две недели. Уже с сегодняшнего дня мы начинаем проводить эти мероприятия. Сегодня мы проводим в Центре Веры активное долголетие. Лекцию читает врач-геронтолог. Именно что такое геронтология и какие принципы геронтологии. Именно, а это очень сегодня актуальная тема, это тема охраны здоровья и оказания помощи лицам старше 60 лет. Особенности, тем более, после ковида. Как жителям сохранить 60 лет и свое здоровье. Далее у нас во всех образовательных организациях, то есть мы смотрим не только пожилое население, мы профилактику проводим среди нашей молодежи, среди детишек. Во всех образовательных организациях завтра в пятницу утром пройдет утренняя зарядка, утренняя гимнастика. Наши врачи, доктора выйдут в образовательные организации и проведут много лекций и бесед по здоровому образу жизни. Завтра мы также проводим и мастер-класс у нас в детской поликлинике, где также мы приглашаем мамочек, родителей с детьми. Там будет несколько врачей. Врач-офтальмолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-педиатр, которые прочитают жителям нашим лекции и прокажут мастер-класс. Вот эндокринолог, она будет читать по питанию и расскажет мастер-класс по здоровой тарелке. Значит, как правильно сформировать питание по гардвордской тарелке, чтобы это было правильно и здорово, и чтобы было с вкусовыми ценностями. Основные мероприятия, большие мероприятия у нас проведутся 2 апреля. Значит, это флешмоб «10 тысяч шагов к здоровому образу жизни», потому что одним из факторов риска развития всех заболеваний и сахарного диабета, и гипертонии – это низкая двигательная активность. Оно пройдет у нас 10 тысяч шагов в Расторгуевском парке, начало в 10 часов регистрации, где наши жители в виде скандинавской ходьбы, в виде просто ходьбы пройдут и покажут этот флешмоб по двигательной активности. В Горках Ленинских начало старта возле амбулатории после утренней разминки, и пройдут в сам музей Горки Ленинские. Во взрослой поликлинике завтра будет проходить дисфансеризация. Также это одним из методов у нас профилактики всех заболеваний. И мы там проведем ангиосканирование сосудов. Будет специальная фирма приедет, которая будет проводить в конференц-зале ангиосканирование, чтобы проверить, есть ли предрасположенность к атеросклерозу, какие сосудистая стенка, здорово, нездорово, биологический возраст этой сосудистой стенки. Очень интересно. Поэтому мы жителей тоже приглашаем. Если наши зрители захотят узнать обо всех мероприятиях, где можно найти этот список? Мы это размещаем все в социальных соцсетях, то есть у нас и на собственном сайте больницы, в Телеграме канал, в Контактах и в Одноклассниках. У вас есть возможность обратиться к нашим зрителям и еще раз напомнить о важности здорового и активного образа жизни. Да, уважаемые наши дорогие жители. Здоровье, в действительности, его не купишь, не продашь, ни на что не поменяешь. Его в действительности нужно беречь. А беречь нужно заниматься профилактикой, заниматься здоровым образом жизни. Поэтому я желаю всем присоединиться к нашему Всемирному Дню Здоровья, к этой акции и больше двигаться, больше укреплять свое здоровье и заниматься профилактикой. Будьте здоровы! И обращать внимание на свое здоровье нужно не только в течение этих двух недель, но и в течение года, всей жизни. Спасибо большое за эту беседу. Я напомню, что у нас в гостях была заместитель главного врача Видновской районной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической сети Елена Зинатулина.